всем привет дорогие друзья значит пришла мне еще одна посылка с очень полезными для меня субблоками как мы видим субблоки целые ничего не выкушено все на месте я их уже проверил это у нас блока ру этот блок исправен вот тоже блок пч тлф телефония тоже все на месте все прелестно уровне соответствуют указанным значит техническом описание то есть узлами с данными проблем нет это вот 18 достаточно тоже старенькие но исправное на удивление тоже выдали вполне приличный сигнал даже регулировка не требуется тоже все не потрошенную все просто замечательно такой же второй по годам они приблизительно одинаковые где-то год 70 на удивление и тошки целые чего не скажешь а вот этом усилители усилители низкой частоты при установке в приемник значит сигнал на выходе хриплый я честно я пока еще не проверял какая из и тушек сдохла но это по-любому и тушки скорее всего какая-то имеет утечку шикарный усилитель на самом деле более поздние версии были уже собраны на 606 транзисторах честно говоря они мне меньше нравятся чем вот эти вот на и тошках как-то звук более приятный что ли не знаю характерная такая особенность этого усилителя трансформаторный выход все как положено 606 транзисторы на выходе двухтактный усилитель и самое главное то что ко мне приехала это вот это вот замечательная коробочка это нарцисс опорный генератор нарцисс это внешний нагреватель тут двойная получается система термостатирования ну внутренний нагреватель само собой в колбе находится характерная особенность вот этого вот нарцисса то что он уже не содержит туннельного диода схема генератора собрана с применением 312 транзистора я смотрел специально отличие этих узлов то есть нет этого подлого туннельного диода который вечно течет и как бы это выходит из строя в самый неожиданный момент так это мне друг звонит сегодня кстати поставил то и 43 для связи с другом но отвечу ему чуть попозже в общем вот такой вот замечательный генератор горячий еще кстати еще один есть нюанс данные генераторы нельзя в горячем положении корица горячем состоянии укладывать на бок там находится дифинил в этой колбе и при укладывании на бок он как-то неправильно значит застывает и потом начинаются проблемы с терморегулированием поэтому настоятельно не рекомендую как бы заниматься такими вещами я имел печальный опыт запорол свой нарцисс когда-то именно таким методом регулировал проверял и уложил его на бок в итоге у меня получается при включении уже сразу горит лампочка нормальный нагрев а такого должен не должно быть ну в общем вот такие вот обновки всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал оставляйте обязательно свои комментарии ну и с вас лайкос всем спасибо 73